Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из святого города Иерусалима! И мы продолжаем изучать Торо, Шавуа Тов. Значит, Шавуа Тов, как говорят в Израиле, Шавуа Тов это хорошая неделя. И хорошая неделя, значит, начинается новый этап, новая, можно сказать, такая новая ткуфа. Ткуфа это новый этап. Значит, шесть дней работай и седьмой день будешь отдыхать. То есть сейчас вот прошел Шаббат, была такая остановка, смена цикла и потом опять начинается сейчас шесть дней работы. Вот, сегодня день первый. Значит, когда Бог создавал человека, написано Адам Леамаль Юлат. Человек создан для труда. Для труда. Теперь Всевышний так сделал, зачем он это сделал, непонятно. Но Всевышний так сделал, что он человеку в этом мире дал, что все хорошее, что он должен получить, он должен получить через труд. То есть он должен потрудиться и получить. Если он получил без труда, просто ему вот все дают, на, 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 он сидит такой, а это на, 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 все ему дали, то ему скучно, ему скучно. И он, у него нет радости, потому что он пересытился, все, у него все время все, что он хочет, сразу же появляется, и он перестает это ценить. Тогда это неинтересно. Теперь Всевышний сделал нам такую интересную игру, да, что мы, что мы все время должны работать. Теперь, значит, и сам же нам создает сложности. Представляете, то, что называется испытание. Постоянно нам создает в этой игре, как бы, да, когда ты что-то хочешь, хочешь это получить. Он тебе создает сложности. Ты сложности преодолеваешь, получаешь, и в этот момент опять у тебя какие-то сложности. Такая, как интересная игра, которая разворачивается до момента смерти человека. Потом в момент смерти подбиваются баллы. Сколько ты набрал, проходя по этому, по своему жизненному пути. И ты переходишь в следующий уровень игры, рай, и ждешь, значит, ждешь, когда же наступит, когда наступит Алама Ба, да, грядущий мир, новый мир, который будет физически, но его же будут населять те, кто выиграли в этой игре и которые набрали много баллов. Это будет очень интересный мир, будут в нем жить только победители, они уже не будут соревноваться, будут просто уже получать радость от заработанного в предыдущих жизнях. Теперь, значит, об этом была вся книга Берешит. Вот мы закончили в этот шаббат читать первую книгу Торы из пять книг в Торе, пятикнижие называется. Первая книга называлась Берешит в начале. В начале Бог сотворил небо и землю, земля была хаосом, и пошло разворачиваться шесть дней творения. Создан на шестой день первый человек, первый шаббат, и дальше пошло-поехало. Есть же, потом был потоп, да, десять поколений, они шли не туда. И у меня в этот шаббат был такой хидуш очень интересный, что десять поколений – это как десять лет ребенку. Десять лет ребенку, первых десять лет, он еще такого не может определиться в этом мире, он забирает всех игрушки, он что-то… Ну, то есть он еще совсем маленький, вот это было человечество первых десять поколений. Потом Всевышний понял, что оно идет не туда. Значит, и что сделал дальше Всевышний? Потоп. И начинается после потопа еще десять поколений, как подросток, да, ребенок в десять лет, он становится уже такой подросток. И подросток, есть, начиная с одиннадцати лет, называется его возраст в Израиле Типешесре, да, то есть он, в чем выражается его вот эта подростковость, говорят, тяжелый подростковый возраст. Он восстает против родителей, против авторитетов. И это то, что сделали люди сразу после потопа. Первое же поколение после потопа восстало против Всевышнего, сделали они башню до небес, сказали, мы сейчас сделаем так, что Богу закроем вход в этот мир. То есть десять поколений они пытались восставать против Всевышнего. Пока Мисс не пришел Авраам, это было двадцатое поколение после сотворения мира, как в двадцать лет человек входит уже в возраст, когда поторе он становится ответственный за свои поступки. С до двадцати лет Всевышний на небе накапливает, накапливает его вот это вот неправильное поведение, надеясь, что в этом милосердие Всевышнего, надеясь, что человек, он одумается, станет умнее, начнет управлять собой, раскаяться. То есть до двадцати лет накапливается, и с двадцати лет начинается уже, значит, человек начинает судить за его прегрешение, которое он делал до двадцати лет. И Авраам, это было как такой рубеж 20 поколений мира. И, значит, после этого, после Авраама, на шестое поколение этому Шерабену, это как 26 поколение от сотворения мира, Машерабену получил Тору. И это в 26 лет человек становится уже по-настоящему взрослым, осознанным. В 26 лет это такой особенный возраст, как было 26 поколений мира, так же 26 лет человеку. Все, и вот мы, значит, еще мы не дошли до Машерабену, мы дошли до, заканчивается книга Берешит, что Яаков и его сыновья, вся семья Яакова, они спускаются в Египет. И начинается, начинается, давайте я начинаю, как всегда, с какой-то мысли Любачевского Рэбе, которая очень интересная. Значит, вот сегодня это из книжки «Обретение неба на земле». Сегодня он говорит такую идею. «Материальный мир» — это место, где каждая вещь как бы заявляет, словно у нее нет источника. «Я здесь и всегда была здесь». То есть каждая материальная вещь, она выглядит, как будто бы она настоящая, да? И она как будто бы заявляет, что вот она я, настоящая. По сути, нет источника только у сущности всех вещей, у Творца, Творца Мироздания, который дает вот эту вот энергию, на которой существует весь мир. И он источник всего. Есть истина, которую этот мир пытается нам сообщить. Во времена Машеха исчезнет всякое искажение, и мы ясно убедимся, что есть только сущность, что есть только Всевышний, который проявляется во всем мироздании. И вот как раз интересно, что сейчас мы уже дошли, что это открылось. Еще Эйнштейн сказал, что энергия и материя — это одно и то же. Да, энергия и материя, они просто переходят из одного качества в другое. То есть он определил единство всего. Плюс, насколько я знаю, что вот внутри атома, например, да, атомы там, есть атомное ядро, вокруг пустота, и потом летают эти электроны. То есть, в принципе, все это мироздание, оно пустое. Нам только кажется, что оно плотное, но по факту это все пустое мироздание, которое существует только за счет мысли воли Всевышнего, чтобы оно держалось. И есть только один источник, который поддерживает это мироздание. Такая глубокая мысль. И мы все ближе-ближе подходим к тому, что все это увидят, все это узнают. И Диспензе об этом говорит. То есть сейчас мы пришли к тому, что все об этом начали говорить. И скоро это станет очевидно для каждого, что Эннот Мильвадо. Нет никого, кроме Бога. И весь этот мир — это проявление божественного в разных форматах. Теперь, значит, начинается у нас книга «Шмот». То есть закончилась книга «Берешит», это была книга о формировании личности. То есть те личности, которые потом сформировали мир. Это были Адам, первый человек, это был Ноах, это был Авраам, Ицкак, Яаков. Это были его сыновья и Юсеф, который спустился в Египет. То есть это была книга «Берешит», это книга личностей. Теперь, значит, 70 человек — это уже народ. То есть вся семья Яакова уже 70 человек. Человек и не может запомнить их всех. Знаете, когда вот, например, если у человека есть 70 потомков, но детей он еще помнит. А вот внуков — это надо хорошей памятью обладать, чтобы запомнить по именам всех. Я помню, я слышал, что, по-моему, Рав Ильяшин был такой глава поколения. Он умер где-то лет, может, 10 назад. Он умер в возрасте 103 или 105 лет. И он до последнего момента, он проводил роти Тору. Он был в очень вот таком здравом уме. И, наоборот, к нему все ходили советоваться. И Рав Ильяшин, у него, так как он женился, женится в среднем в 20 лет, те, кто учат Тору. Женится в 20 лет, и у них в среднем рождаются по 8 детей. Вот такая статистика в Израиле. И вот, значит, у него с 20 лет до 30, например, родилось 8 детей. Потом, через 20 лет, они начали все жениться. То есть, ему сейчас 40-50, а у него уже его дети переженились. И через 10 лет к 60 у них по 8 детей. Значит, 8 на 8, у него уже 64. Ему всего 60 лет, он еще молодой человек. Через 20 лет начинают жениться внуки. И к 70 годам они все переженились. И, значит, 80-90, у него уже третье поколение в 90 лет, в котором уже есть 64 умножить на 6. Это 64 умножить на 6, это 384. Представляете? 384. 400 у него было правнуков. И когда у него было уже 400 правнуков, он сказал, что, вы знаете, вы уже больше мне говорить не сообщаете, что кто-то родился, я все равно не запомню. То есть, уже как бы мне 400 человек по именам, по лицам тяжело запомнить. Да? Это было при его жизни. А когда он уже умирал, ему было за 100 лет, то он выходил на улицу, 5 поколений, это 8 умножить на 8, 64. 64 умножить на 8 в среднем детей, это 64. 500. И 500 умножить на 8, это 4000. То есть, у Рава Ильяшева в среднем, когда он уже умирал, было 4000 потомков, которые его потомки населяли в Израиле. Вот он умер 10 лет назад. Теперь, какое это имеет отношение к книге Шмот? Значит, начинается книга Шмот с того, что вот имена сынов Израиля, которые пришли в Египет, Яаков человек, и дом его пришли. Значит, все, это первое, с чего начинается книга Шмот. Дальше идет перечисление 12 сыновей Яакова, и в конце идет перечисление всех сыновей, и было всех душ, которые вышли из Яакова, 70 душ, и Иосиф был в Египте. Но зачем написано, что Иосиф был в Египте, если он входил в эти 70, он и его сыновья входили в эти 70 душ? Сказано, что, несмотря на то, что он был в Египте, он полностью был, полностью был вот по его идеологии, по философии, по подходу к жизни, он был сын Яакова, такой же, как его сыновья, которые жили все время с ним. То есть он был полностью, изучал Тору, учил Тору, жил по Торе, жил только по воле Всевышнего, и больше никакого у него не было другой идеологии. Несмотря на то, что он полностью жил в Египте, но он совершенно не изменил ту идеологию, которую получил от своего папы, знания от Бога. И умер Яаков, умер Иосиф, и все его братья, и все то поколение умерло, которое помнило Яакова, которое видело Яакова, которое помнило, что Иосиф сделал для Египта. И начинается история, если была первая книга Берешит, это вот в этой книге, то, что мы изучили уже, да, Берешит, в начале, были архетипы всех абсолютно событий, которые могут быть в жизни человека. Все, все, что касается семья, развития, воспитания, партнерства, бизнес и так далее, все это было вот истории про отцов Аврама, Иосиф Кака, Яакова, их сыновей Ноаха и так далее. То есть все там было, лот, все абсолютно. То есть все архетипы каждой ситуации, если изучать Тору, вот мы изучаем Тору, говорят, дела отцов, знак для сыновей. Вот все, что было с ними, потом происходит со всем человечеством. Теперь здесь начинается, уже появился еврейский народ. Вот эти вот 70 человек, это уже сообщество еврейский народ. И тут мы видим архетипы всего того, что дальше происходит с евреским народом в истории. То есть здесь идет уже книга Шмот про народ. Умерли Йосиф, умерли все его братья, все. И начинается. Значит, сыновья из Исраэля, да, бне Исраэль, народ Израиля, начали размножаться и умножаться и усиляться очень-очень, и наполнила земля ими. Значит, что получается? Что получается? Получается следующее. Что вот это благословение, которое получил Авраам от Бога, и которое передал Ицкаку, Ицкак передал Якову, Яков передал сыновьям, это благословение, оно пошло на всех, и начало оно вот как раз распространяться, и мы видим, что они сильно умножились и очень усилились. И когда спрашивают, почему у евреев там 25% Нобелевских лауреатов евреи, вот отсюда, вот это благословение. Это нет здесь никакого объяснения, какого-то там, что они лучше других учатся, или что и так далее. Вот есть благословение, так оно началось в Египте. И какое-то оказывает влияние на те страны, в которых живут евреи. «Ваяка Мелахадаш Аль-Мицраем, и встал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа». То есть он не помнил, что именно Юсеф, что именно Юсеф, значит, его спас в свое время Египет. Новый царь не помнил, сколько Юсеф, он был 70 лет, 80 лет он был премьер-министром Египта, и полностью в Египте было процветание. Когда Юсеф умер, значит, новый царь забыл обо всем этом, и что? «И сказал своему народу, вот народ, сыновья Израиля, они очень стали многочисленнее и сильнее, стали они многочисленнее и сильнее, чем мы. Давайте-ка мы сейчас исхитримся, и, значит, может быть, он говорит, может быть, будет война, и, может быть, они присоединятся к нашим врагам, и будут с нами воевать, и поднимутся, уйдут с земли». Он говорит, может быть. То есть все обвинения на евреев, они идут, что, может быть, евреи что-то сделают не то. То есть раз они сильные, раз у них есть возможности, может быть, они этим воспользуются против нас. И что? Какое предложение? Значит, он говорит, давайте исхитримся над ними, сейчас мы их, значит, будем ворот, мы их сейчас победим. И как они победить решили? Значит, поставили над ними министров по налогам, и, значит, начали их, их всех закрыли в трудовые ладеря. Уснатора рассказывает, как они это сделали. Так же, как в Советском Союзе делали субботники. Значит, давайте все вместе выйдем на работу, трудовые ладеря, бам и так далее. А евреи в первых рядах. Давай, значит, мы идем все на субботник, на работу. Единственное было колено леви, которые были колено священников. То есть, они большую часть времени проводили в изучении Торы. И, значит, они сказали, мы на субботник не пойдем. Мы будем субботу соблюдать, как соблюдали наши Авраамыц, как они уже соблюдали субботу. Мы не будем. И они не пошли. И они единственное колено, которое не было в египетском рабстве. А все остальные, значит, пошли на субботник. И, когда они пошли на субботник строить города, Питом и Рамсес, это важные города, как бам. Знаете, Байкал-Амурская магистраль, надо строить, все. Потом, значит, их закрыли в трудовые ладеря и сказали, что все пошли домой, египтяне, а вы останетесь, потому что вы, значит, должны работать дальше. И, значит, так их заставили работать. И, значит, Но чем больше их угнетали, тем они больше усиливались. Это очень интересный здесь показан момент, что когда потом выходили из Египта, то то колено, которое не было в рабстве, колено леви, оно было самое малочисленное, намного меньше по количеству, чем все остальные колена. Почему? Потому что так устроен этот мир, что развитие идет только через трудности. Это парадокс, который неприятен, который не хочется с ним соглашаться. Но когда ты создаешь тепличные условия человеку, то он в этих тепличных условиях деградирует. Когда все хорошо, то деградирует. Например, когда евреям дали волю во Франции, их очень любил Наполеон, он говорит, все, первое, где евреям дали равные права, значит, во Франции не осталось ни одного религиозного еврея, потому что, когда им дали волю, они все расслабились и перестали соблюдать. Поэтому в войне, которая была между Францией, когда Наполеон напал на Россию, 1812 год, и что в это время как раз вот Любавич Истеребе, он молился, и он, чтобы победила только в России, Россия, чтобы победила в этой войне. А почему? Ведь фараон же дал свободу евреям, а в России у евреев была черта оседлости, там чуть ли не рабство, да? Потому что он считал, что для еврейского народа это лучше. То есть, как здесь написано, и как их угнетали, так они умножались и усиливались, и было это, значит, и постыло, тут написано им, жизнь египтянам из-за сынов Израиля. То есть, они очень, очень из-за этого злились. Как же так? То есть, мы их притесняем, а они выходят наверх. Это как была, очень интересная история, в Советском Союзе, в Советском Союзе было много евреев, и, значит, ну, они считались, считалось, что в Советском Союзе там вообще нет национальности, они хотели сделать интернационал, вообще все как одно целое. Такая была политика государства, всех смешать и лишить идеологии. То есть, они хотели иметь конкретно советских людей, таких роботов, которые ходят строем и, значит, ну, живут по одной идеологии, которую им придумывали, идеологический отдел коммунистической партии придумывал идеологию и проверял. То есть, была цензура, каждый фильм, каждая книга, каждый мультик, должен был пройти цензуру, чтобы соответствовать вот этой идеологии, которую внедряли в головы советских людей. И, естественно, там не было национального самоосознания, да, не было. То есть, было выгодно, чтобы все забыли о своих корнях и, тем более, забыли о Всевышнем и все эти истории, что Бог может вывести из рабства и помочь и так далее. Это все было невыгодно. То есть, народ должен был быть под страхом капиталистов, которые могут в любой момент напасть. И, значит, что государство вас защищает, вы довольны, капиталисты плохие, значит, все. Такая была идея. И, значит, в это время, в это время приехала Гольда Мейер после основания государства Израиль, приехала в Москву, она была первый посол государства Израиля в Москве. и написали в газете «Правда», написали статью, прям был такой Оренбург писатель, он написал, что советские евреи, они не имеют никакого отношения к государству Израиль, и нам все равно, что там есть, то есть, советские евреи любят только Советский Союз, и у нас, значит, нет никаких чувств к государству Израиль и к еврейскому народу, который там. И он это написал, это было передавиться в газете «Правда», чтобы показать, что, ну, вот так вот должны себя вести советские евреи. И когда на Рошашина был, первая Рошашина, и Гольдомейр приехала в синагогу на улице Архипова, да, была там синагога центральная, то ее встретили 50 тысяч евреев, хотя до этого не приходили к синагоге, на празднике было там 150-200 стариков каких-то, и тут 50 тысяч собрались просто, нельзя было прям в глаз, ну, то есть, огромное, все евреи Москвы пришли туда. И, значит, что в течение следующих полугода в Советском Союзе закрыли все еврестии организации, еврестии школы, еврестии организации, еврестии театры, полностью все уничтожили, и потому, что это было невыгодно, это очень бросалось в глаза. Это то же самое, что здесь, когда их притесняли, они размножались, это еще больше злило египтян, и что, и что, и Ваяфду, Митсраем, и Днестрель, и они их еще сильнее порабощали, работами, любые для них придумывали работы в БПАрах, то есть бессмысленные работы, это самая тяжелая вещь бессмысленной работы. Значит, дальше, дальше, в МРРУ, и они делали горько их жизнь, и, значит, все, их порабощали, порабощали, то есть их забрали в рабство абсолютно не, ну, безосновательно, просто взяли народ, который пришел по приглашению фараона, лично фараон пригласил, жили себе, никого не трогали, после этого их вдруг забрали в рабство и начали притеснять. И получается, что и дальше написано так, и фараон пригласил повитух, были повитухи, это те, которые принимали роды, говорит Усна Тора, что у них рождалось по шесть человек за один раз, по шесть детей, и он им говорит повитухам этим, да, значит, он им говорит так, если это сын, убивайте, если это дочь, оставляйте, то есть у него был такой план, что убивать всех мальчиков, а дочек забирайте египтянам тогда, и, значит, так исчезнет в ресте народ. Но написано, боялись вот эти вот повитухи, которые занимались родами, и не делали они то, что им повелел фараон, значит, они оставляли в живых всех детей, оставляли в живых всех детей, значит, почему фараон это приказал делать, у него же был, он был маг, то есть в Египте была очень сильная магия, и его магия сказали, что должен родиться мальчик, который выведет еврести народ из Египта, и он сказал убивать всех мальчиков, то есть они видели, что должен родиться Машер Абейну, и, значит, фараон хотел его убить, убить хотел его прямо при рождении, такой у него был план. Дальше мы узнаем, что было дальше, что для нас здесь есть важного и понятного, ну, то есть понятно, как оно происходит, государство, надо понимать, что государство, у них свои планы, планы государства всегда, это, вот, откуда возникли государства, государства, это были бандиты, которые, у них было две цели, первая цель, это порабощать свой народ и вторая цель захватывать чужой народ или же отбиваться от тех, кто пришли тебя захватывать. И получается так, что когда они властвуют, государство, да, власть, она властвует над своим народом, то есть ее цель, чтобы никто их не сбросил, то есть это, это ДНК власти, это ДНК любого правительства, любого человека, который залез на вершину этой власти, его ДНК, как чтобы держаться за власть, чтобы его не сбросили. Все, он влез на власть, его снизу царь горы подпирают другие, которые хотят его сбросить, он с ними воюет, раньше просто всех вырезали, когда царь, он старался вырезать всех претендентов, сейчас или в тюрьму садят, или еще, ну по-разному, все страны по-разному уничтожают претендентов на власть, Трампа от соцсети отключили, например, да, тех, кто сейчас в власти, теперь, и, значит, власти, они друг на друга иногда нападают, но очень часто они пугают друг друга, зачем они пугают? Иногда они пугают друг друга по договору друг с другом, вот мы сейчас смотрим там, вот, все друг друга пугают, но по факту, когда бандиты в 90-е годы разводили бизнесменов, то они договаривались, приходят, значит, одни бандиты нападают, он бежит к другим бандитам, эти бандиты говорят, мы тебя защитим, но ты нам должен там столько-то денег, он говорит, хорошо, дает им деньги, они собираются и говорят потом ему, ты знаешь, там с той стороны тебя вообще убить хотят, дай еще денег, дай еще денег, дай еще денег, то есть, они иногда для того, чтобы свой народ держать в еще большем повиновении, они пугают, что сейчас придет злой дядя, и, значит, он у нас все заберет, и мы тебя защищаем, и народ этим образом сплачивается, даже вокруг плохого правительства, он сплачивается, потому что им показали врага, вот здесь фараон тоже, мы видим, как он сделал первый раз, он показал египтянам, он говорит, смотрите, враг, видите, прям та же схема, вдруг будет война, вдруг на нас нападут, египет тогда был сверхдержавой, кто на них мог напасть, никто на них не мог напасть, но он говорит, вдруг на нас нападут, и они, значит, к ним присоединятся, давай их сейчас мы, и он, как бы, египтян на них натравил, чтобы они не думали, что можно сбросить фараона, вот такая вот схема власти, видите, в Торе прям раскрыта, механизм прям сразу же, да, вот так оно работает, все, удачи всем и успехов, чтобы каждый из нас был в своем внутреннем мире счастлив, спокоен, и главная тихая гавань, которая есть, это говорил царь Давид, единственная тихая гавань в этом мире, это, даже если буду идти, говорил царь Давид, долиной смерти, ло-э-ра-ра, он говорит, а со мной ничего не будет, почему, те-а-та-и-мади, потому что, если я с Богом, так мне спокойно везде, все, всем удачи и успехов, чтобы было на нас божественное благословение, а мы, чтобы максимум внимания и сил уделяли усилению своей связи с Богом через Тору, молитву и добрые дела, все, всем хорошего дня, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok,